ПЕСНЯ 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Слава Богу, наших веков! 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 Слава Богу! Слава Богу, наших веков! Слава Богу! Слава Богу, наших веков! Слава Богу! Слава Богу, наших веков! Слава Богу, наших веков! Слава Богу! Слава Богу, наших веков! Продолжение следует... 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 Слава Богу! 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 апостолом Павлом, именовать и сподобилось и. И утверди его до скончания века непоколебимо и прославлено в тебе, и сподоби нас в нем хвалы и словословия, и зазорно приносите славе твоей, и единородному твоему Сыну, Господу нашему Иисусу Христу, и святому твоему Духу, в разуме и всяком чувстве, поклоняющем тебе во страсти твоем, божественно щедрог, достойным показатесе, и благоприятной этой благости быть и мольбам всем, у нас и всех, в людях твоих, неизреченным, твоим благотробию приносимым. Молитве причистая Владычица нашей Богородицы и приснаной Девы Марии, ягда свят, если Божий наш, и на святых почивающие тебе славу высылаем, от своего Сына и Святого Духа, и не приснаной во веки веков. Иисус, и самим свободным со мной и во веки веков, и все, в comumаться местами, и записи славу высылаем, от своего Сына и Святого Духа, и прож auditorяй сегодня لها, Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. 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 Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Субтитры подогали. Симон. Субтитры подогали. Субтитры подогали. Субтитры подогали. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогали. Субтитры подогали. Субтитры подогали. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогали. Субтитры подогали. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогали. Субтитры подогали. Субтитры подогнали Симон. И, конечно, Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогали. Субтитры подогали. Субтитры подогали. Субтитры подогали. Субтитры подогали. Субтитры подогали. И, конечно, Субтитры подогали. Ну, сейчас этого нет. Субтитры подогали. 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 Иисус, так или иначе, в какие-то моменты своей жизни ощущали действие благодати на себе и ощущали благодатное действие как раз-таки причастия, принятия тела крови Христовой. За редким, может быть, исключением, иначе какой смысл? Иногда люди, конечно, начинают не с причастия, а просто они в храм заходят просто как такое действительно пристанище, тихое место, спокойное. И вот в своих возовых откликах они говорят, это тихое место, где можно остаться наедине с собой, и не просто наедине с собой, а люди понимают, что это место селения славы Божьей, здесь можно беседовать с Богом. А что такое молитва? Молитва – это и есть беседа с Богом. Как у нас говорится в Богословии, в Катихии, это возношение ума и сердца к Богу. Она может быть безмолвная, она может быть и словесная, она может обличенно быть и в слова святых отцов, словами которых мы молимся, древних подвижников. И утренние и вечерние молитвы, это же все молитвы имеют авторов, их написали древние подвижники, первых веков христианских. И вот эти вот литургии, которые мы служим, мы тоже молимся словами святых отцов, которые жили в 4-м, 5-м веке после Рождества Христова. И они настолько это хорошо составили, что нет нужды, как говорится, что-то новое придумать. Но иногда можно молиться и своими молитвами. Иногда люди начинают с этого, обращаются к иконам, просят. Но, конечно, вот, мы должны понимать, что это как бы начало. Начало, вот, но и свечу поставить на подсвечник. Но нужно еще, вот, понять, что храм, конечно, это вот в первую очередь место совершения таинств. Да не просто такой вот дом, так сказать, покоя. А здесь не просто покой, здесь действительно невидимый бьет источник, источник божественной благодати, божественной энергии, к которому, если мы захотим, тоже можем припасть к этому источнику. Вот. И я думаю, что... Я уверен, что действительно каждый имел этот опыт. Опыт не такой, как имели святые отцы и их ученики, когда они видели преподобного Сергия в Равническом алтаре, который причащался из чаши и видели, как огонь выходил из чаши, наполнял этого святого угодника или другие видения. Это бывает, но бывает очень редко. Раз там на поколение, может быть, на несколько поколений. А какой мы можем плод ощутить, ощутительно принять в это причастие? Мы действительно можем почувствовать какое-то умерение, покоя, тишину. И это действие не само внушение, а это покоя, тишина наступает внезапно. Если до этого нас, может быть, терзали какие-то помыслы, раздражительность, гнев, то люди, которые исповедовали свои грехи перед причастием, исповедовали, получили разрешение, причались, очень часто действительно чувствуют внезапное усмирение, умерение этих помыслов, этих страстей. И вот нужно в этот момент, как говорится, на этом задержаться и оценить вот это состояние. Понять, что он не просто так пришло, а что это действительно дар и действие святого духа. Некоторые спрашивают, а где святой дух? Покажите нам. А вот вы сейчас почувствовали его дуновение, его действие. Вот этот мир, тишина, это та самая благодать, которой Господь сказал, что я мир свой дам вам. Вот этот мир, это действие святого духа. Господь сам говорил, научись от меня, потому что я кроток и смирен сердцем, когда обрящите покой душам вашим. И действительно, это вот явное действие благодать. Мы ее часто теряем потом, вот, всякими развлечениями, смешками, продолжением праздника, как это у нас бывает. Выходим из храма, попадаем на сцену, как это у меня часто бывает, так сказать, по работе. Выходишь, тут же какая самодеятельность поет за пределом храма. И частушки, и крики, и свисты, и пляски. Ну, это специфика нашего служения. В основном, поют и свистят те, кто в храме не были, и которые на литургии не стояли. Вот, но они продолжают праздник по-своему. Но мы не возражаем. Можно, конечно, эту молитву и сохранять в таком состоянии. В храме Треста Спасителя, вы знаете, когда ожидают благодатный огонь, там арабы вскакивают друг другу на плечи, бьют в барабаны, пляшут. И один раз благочестивые греки сказали, что это за безобразие, я скажу, разве так можно Бога честовать и встречать? Запретили этих арабов, выгнали, ждали, ждали, благодатного огня не было. Пока арабов с барабанами не позвонились. Потому что Господь этих людей, значит, принимал, как детей тоже. Своих, вот, и каждому он дает по мере способности восприять. Вот, поэтому, ну, тем не менее, надо, конечно, по возможности ценить этот мир, который в наши души поселяется при посещении храма Божия. Вот, сразу его не разменим, сразу его не выбрасывают и не отдавать. Вот, но не получается. Поэтому вот у нас храмы работают каждый день. И можно приходить, да, хотя бы каждый день не можно, но раз в неделю надо прийти опять попросить этого мира. Вот, были святые, которые жили в пустыне, ничего не видели, не слышали, не говорили, можно было раз в год ходить, причаться. Нам надо чаще, потому что мы очень быстро теряем этот мир и покой. Вот, ну покой не в смысле, вот, никак ничего не делали, а покой от страстей, покой от грехов, покой от раздирающих нас, действительно, вот всяких страстей и лукавых. Вот дети, наверное, не могут стоять на месте, мы тоже часто взрослые, нас внутри что-то раздирает, куда-то дергает, отвлекает от главного. А главное, для чего мы живем? Как, говорится, дадим ответ за прошлую жизнь, за своих детей, вот это главное. А об этом все время, от этого все время отвлекается наш ум. Вот, но будем надеяться, что вот это освящение храма, оно способствует вам, здесь, в этом храме, еще полнее, что ли, ощущать вот эту божественную благодать. Потому что не зря совершаются такие великие таинства, не зря мы крапили святой водой, мазали стены святым миром, чтобы эти стены еще больше вас защищали, ограждали. Вот, от козни лукавого, который, как говорится, является и хвастается, что имеет много последователей в этом мире. Вот, чтобы они вас защищали и покрывали. Эта божественная благодать всегда была с вами неразлучна. Ну, а как я сказал вначале, сейчас мы вручим такие вот награды, знаки внимания, награды у нас редко бывают. Я орден Русской Православной Церкви вообще первый, впервые, насколько я понимаю, вручаю за пять лет свое архиерейское служение, потому что, чтобы представить святейшему Патриарху Кириллу награждение ордена, должны быть веские основания. И вот тут у нас очень веские основания сошлись воедино, поэтому вот я зачитываю указ святейшего Патриарха Кирилла. Текст такой. Указом нашим, в обнимании, в помощи в строительстве храма святителя Луки Симферопольского, города Волжского, Волгоградской области, в связи с 50-летием, со дня рождения, Ярошенко Александр Иванович, генеральный директор ООН, Кранс, Петро Чарт, удостоит ордена Русской Православной Церкви, преподобная Серафима Саровского, третьей степени, Кирилл, патриарх Московский, вся Руси, Москва, 23 сентября 2018 года. Его нет сейчас, да, Александра Ивановича? Так. Ну тогда, значит, Александра Ивановича нет, значит, мы вручаем... А вообще, он не будет здесь, да? Так. Я могу его убедать, может быть, здесь, нельзя еще. Хорошо. Но желательно, чтобы его все-таки надел священнослужитель, там, в храме, в Санкт-Петербурге, вот, тогда там настоять, чтобы на службе вручить, чтобы все-таки было торжество, все-таки это пряшено нам. Тогда прошу принять и передать Александру Ивановичу. Аксиус! 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 Да. И еще одна патриарша награда, это уже во Лжавке, да? Да. Да. Также патриарший указ. Указом нашим, во внимание, в помощи строительской храма святителя Луки Симферопольского, города Волжского, городской области, майор Елена Владимировна, генеральный директор ООО «Объединенные верфи Вега», удостоена медали Русской Православной Церкви Святой Равнопостной Евгении Ольгиевне. «Подходите, пожалуйста». Аксиар! Аксиар! Аксия! 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 Благодаря архивейской грамоте вручается Сергею Валерьевичу Агапову. Благословение за усердные труды, слава Божией, на благо Калачевской партии и Русской Красной Церкви в связи со строительственным освящением храма Сидин-Луки архивейского Симферопольского города Лоуского. Есть? Сергей Валерьевич? Есть. Аксиос. Интересная грамота вручается Сергею Валерьевичу Бунееву. Благословение за усердные труды, слава Божией, на благо Калачевской партии и Русской Красной Церкви в связи со строительственным освящением храма Сидин-Луки архивейского Симферопольского. Аксиос. Аксиос, 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 аксиос. Я зачитаю текст, потом мы уже вручим всем 9 писем. Благодарственное письмо вручается. Первое. Елене Геннадьевне Тамбулатовой. Выражаю вам искреннюю благодарность за вклад в развитие православного прихода храма Святин-Луки архивейского Симферопольского городоводства. Желаю вам крепости, душевных и телесных сил, доброго здравия и Божьей помощи в ваших трудах на благо Святой Церкви. Призываю на вас благословение. Епископ Калачевский и Палацский. Аксиос. Аксиос, 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 аксиос. Едератное письмо Забрушскому Данилу Владимировичу, получается. Аксиос. Аксиас, 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 А Аксия Аксия. Оу-си-оу-си-оу-си-оу-оу Аксия-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Ковалева София Сергеевна. Аксия. Оу-си-оу-си-оу-у-оу-оу-оу-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Так. София Сергеевна есть? Помогает мне пациентам, да? Аксия, да? Спасибо. Ваня Александровна Ткаченко. Есть? Нет? Никулин Александр Игоревич. Есть? Аксиос. Аксиос, Аксиос, Аксиос! Аксиос, Аксиос, Аксиос! Гарбус Максим Юрьевич. Аксиос. Аксиос, Аксиос, Аксиос! Аксиос, Аксиос, Аксиос! Аксиос, Аксиос! Аксиос, Аксиос! Ваше Преосвященство, уважаемые священнослужители, прихожане, мне очень приятно сегодня присутствовать при знакомом событии, очередном освящении храма в городе Волжском. Уверен, что сегодняшнее событие позволит нам еще больше приобщиться к духовности и у меня сегодня почетная миссия от имени главы города Волжского Игоря Николаевича Народина, от депутатского корпуса поблагодарить в первую очередь Господа за то, что дает возможность через ум, через плоть зарабатывать и в то же время вкладываться в развитие духовности, развития храма в городе Волжского. И у меня почетная миссия зачитает и выразит искреннюю признательность за благотворительную помощь, оказывающую в строительстве храма святителя Волжского. Церковь – это сокровищница, хранящая исконные традиции и духовность нашего народа. И внести свой вклад в строительство храма – значит оставить свой след на родной земле и в памяти людей. Искренне желаю реализации всех добрых замыслов, крепкого здоровья и благополучия близким и вам лично. Мне хотелось бы пригласить Германа Андреевича Малыка и второй там Екатерина Владимировна. Александр Александрович, вручить вам от имени главы капиталского корпуса вот такие приездные адреса. Поздравляю за эту помощь, которую вы окажете за городу Волжского. И вручить от имени главы за благотворительность медаль за вклад в развитие города Волжского. Спасибо вам большое. Наверное, не случайно, 65 лет назад, когда первостроители впервые приехали в наш город, а это очень молодой город, и своим энтузиазмом начали строительство. Потом уже начали появляться храмы. Я не знаю, как Господь вас привел в город Волжский, но нам очень приятно, что вот именно сюда, в это место вас он привел, вы здесь созидаете, развиваете духовность нашего города. Спасибо вам большое. Низкий поклон. Еще раз. Многое лето, многое лето, многое лето. И сразу же вам передаем Александру Ивановичу, что вам искренние благодарности и тоже награды от главы города, от депутатского корпуса. Спасибо вам большое. И символы, вот такой символ. Я уже сказал, когда первостроители приехали и начали строить наш город. И вот этот тетрайдер, которым перекрывалась наша река Волга, он символизирует одно. Это желание жить, творить и энергию. Я хотел, чтобы вот энергия города Волжского придала вам и вашей компании еще больший такой импульс, ну и дальнейших развитий. Так что спасибо вам большое. Мой родственник, кстати, участвовал в бурке Котлована. Ну, наверное, вот как-то все эти потоки соединились. У нас припадли по собственной воле. Спасибо. Поздравляю. Спасибо вам большое. И также мне очень приятно вручить вам, не так же, взаимодействие в развитии города Волжского. Уверен, что Господь будет посылать вам еще больше энергии, сил для того, чтобы работать и развивать наш город дальше. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо всем большое. Спасибо. С праздником. Спасибо. 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 У вас есть какое-то там мероприятие? Нет, там есть мероприятие, но оно явно не в 8. Ну, сын, а то ни разу у нас никто из властей воинства не был. Это же единственное, что предместрируется. Ты вечером ко мне зайди, да? Уже вообще, когда я не приглашу вас. Ну, я включил. Конечно, приедем. Все, тебя не облегчило, не быстро. А теперь их нужно привезти, да? Вот. У нас 8. Привези. Я тут пригласил. У нас мы быстро идем. Слушай, раз весть, если будем, я вам скажу. Это минут 25 идти. Разводился до полчаса. Владыка будет служить хитургия. Все, обязательно. Парк сладкий. Ты шагулка, где-то уходишь. Да, мы с вами такая. Спасибо.